Всем привет, друзья! Очередной наш такой вот небольшой выпуск. И сегодня я хотел бы поговорить на тему одноразовых шприцов, одноразовых карпульных шприцов, которые мы сейчас активно используем в нашей клинике. Мы сейчас вообще перешли на всю почти одноразовую продукцию, начиная от шприцов с анестезией и без анестезии, и мы перешли на одноразовые лотки. То есть мы просто закупили там несколькими сотнями вот эти вот все шприцы и лотки. Очень, кстати, удобно. Я могу сказать, что работая под микроскопом, зеркала достойные, зонды тоже достойные. Можно было бы, конечно, поострее. Поэтому всего достаточно для того, чтобы осуществлять осмотр полости рта на первичном приеме у пациента. Про шприцы давайте сейчас поговорим. Мы используем вот такие вот одноразовые шприцы. Они всегда туго открываются. Просто обычный одноразовый шприц. Сюда загружается карпула, для примера. И давайте сейчас возьмем даже карпулу. Берем карпулу. Я в своей практике использую только Ороблок. Я считаю, это лучший анестетик со времен у бестезина. Загружаем карпулу, вставляем. В наборе имеется игла. Как правило, это 30G. Она более универсальная. Берем и прикручиваем, как к обычному карпульному шприцу. И делаем анестезию. Это что касаемо шприца пустого. Просто шприц. И дальше у нас имеется уже шприц. Он без иглы. Но уже идет в составе с анестетиком. Здесь тоже Ороблок. В своей практике всегда только Ороблок. Поэтому есть два вот таких вот варианта. Но без иглы. Пожалуйста, Ороблок. Один к 100 тысячам. Вы можете выбрать разные. Можно один к 100 тысячам. Один к 200 тысячам. Все. Сделали анестезию. Здесь удобная такая защита есть. Допустим, вот представьте, у вас здесь одета игла. Вы выдвинули. Уже никак нельзя уколоться иглой. И просто отправляем в утилизацию. И с этим то же самое. Все, пожалуйста, выкинули. На утилизацию. Очень удобно.